Азербайджанская сторона восстановила свою государственную границу на приграничных с Арменией территориях Лачинского района. Как уже сообщалось, в связи с таянием снега в высокогорных районах и смягчением погодных условий азербайджанские пограничники заняли позиции вокруг принадлежащего нашей стране государственного заповедника Горогель. Армянская же сторона, расценив это как вмешательство на территорию Армении, подняла шум и сделала провокационные заявления. Министерство иностранных дел Азербайджана уже выразило официальную позицию по этому вопросу. МИД заявил, что меры по усилению системы охраны границы осуществляются в рамках территориальной целостности Азербайджана и проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. В заявлении МИД говорилось, что с 12 мая в указанный район направлено руководство государственной пограничной службы Азербайджана. На месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны, предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации. Армянская служба Радио Свобода сообщает, что переговоры в окрестностях села Верешен-Сюникской области, продолжавшиеся более шести часов, предположительно завершились. По сведениям армянской редакции Радио Свобода, с армянской стороны в переговорах участвовали представители Вооруженных сил и службы национальной безопасности, а также высокопоставленные российские военные. Другие подробности пока не сообщаются. Губернатор Сюника Мелексет Погасян в беседе с Радио Азатутин лишь подтвердил, что ведутся переговоры. Территория, которая в настоящее время является предметом споров и напряженности, включая высокогорное озеро Горогель, расположенное на горе Ишиглы, на высоте 2658 метров над уровнем моря, на самом деле является территорией Горогельского государственного заповедника, созданного постановлением Совета министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года. Озеро расположено в южной части Карабахского вулканического хребта в районе истока реки Агаглан, правого притока реки Хакари у северного подножия горы Беук и Шиглы, 3548 метров, с севера-запада окружено горами Демердаш и Кичик и Шиглы, 3452 метра, с севера, горами Джангутаран, 2790 метров, а с востока, горами низкогорной моряны. Это озеро, реликтовый источник воды, напоминающий кратер потухшего вулкана, источник, официальный сайт исполнительной власти Лачинского района. Длина озера составляет 1950 метров, максимальная ширина – 1250 метров, длина береговой линии – 5500 метров, максимальная глубина – 7,8 метра. Площадь его бассейна – 13 кВ, КМ. По оценкам, объем воды в озере составляет 10 миллионов кубических метров. Прозрачность воды озера составляет 4,6 метра. Это озеро имеет важное гидрологическое и хозяйственное значение. Его воду местное население использовало для орошения сельскохозяйственных угодий и рыбной ловли. Озеро замерзает со второй половины октября до конца апреля. На расстоянии 20-25 метров от берега к центру толщина льда достигает более 50 сантиметров. В прилегающих районах толщина снега достигает 40-45 сантиметров. В 1964 году строительство животноводческих ферм на армянском берегу озера. Мощных насосных станций на озере использование его воды для орошения посевных площадей Горийского района приводило как к загрязнению озера, так и к снижению его уровня. Ишиглы-Горогели прилегающие к нему территория исторически являются азербайджанской землей. Однако село начало 90-х годов Горогели прилегающие территории попали под армянскую оккупацию. В период оккупации была разграблена территория Горогельского государственного заповедника, нанесен серьезный ущерб растительности. Сейчас Армения утверждает, что 30% озера находятся на ее территории, а азербайджанские пограничники взяли озеро под полный контроль. Также они взяли под контроль пик Ишиглы, и оттуда под полным контролем остается большая часть территории Армении, в том числе аэродром Сесиан.